Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! И в этом видео мы с вами научимся отвечать на благодарность на английском языке с помощью вариативного «пожалуйста». Итак, начнём с самого простого. По-английски «пожалуйста» будет «you are welcome», «пожалуйста», «you are welcome». Спасибо, вы are welcome. Вы можете сказать «да ладно, не стоит благодарить им, да пустяки», вы можете сказать «it was nothing», «пустяки», «it was nothing». Если вы в чём-то кому-то помогли, например, отложили конькиручку, и вас благодарят «спасибо», «огромное спасибо», и вы ему отвечаете «no problem», «no worries». То есть не надо беспокоиться, никаких благодарностей, «no problem», «no worries». Ещё иногда мы отвечаем на благодарность фразой «всегда пожалуйста». Но что это означает «всегда пожалуйста»? Это значит, что в любое время вы можете ко мне обратиться. Таким образом, на английский это переводится «anytime». Когда вам сказали «many thanks», «anytime», «всегда пожалуйста», «в любое время можете мне за этим обращаться». «Anytime». Ещё одна фраза, которая является очень вежливой, в ответ на благодарность, вы можете сказать «I'm happy to help», «I'm glad to help», то есть «я рад помочь вам». И последнее, для того, чтобы уже завершить эту тему благодарностей и ответом на благодарности, это выражение «don't mention it», когда вы хотите сказать «не стоит благодарностей», вообще ничего не говорите, «don't mention it». На этом всё, мы закончили большую тему благодарности в английском языке, и надеюсь, что это было полезно, и что вы будете это использовать. Если у кого-то из вас в голове вдруг возникли какие-то вопросы, или возникли какие-то новые фразы, которые, может быть, вы знаете, и тоже хотели бы поделиться, а я знаю, что ещё можно поблагодарить таким-то способом, или я знаю, что можно ответить ещё так-то, то you are welcome, пишите в комментариях обязательно, этот канал как раз-таки и существует для того, чтобы делиться своими знаниями, для этого я записываю эти видео, для того, чтобы помогать вам. Всё, всем пока-пока!